доброго времени суток рассматриваем планировку грибного цеха вот я демонстрирую стену значит длина ее 12 метров ширина грибного цеха 6 метров то есть общий размер 6 на 12 этого более чем достаточно для того чтобы производить все технические мероприятия вот показываю сбоку есть труба от топки выходит здесь склад для дров на днях появится здесь навес и нет предела совершенству вечный процесс модернизации и совершенствования грибоводстве по-другому не бывает сколько вы будете работать у вас всегда идет процесс какой-то модернизации заходим внутрь вот само помещение выглядит приблизительно вот так начнем с приблизительной блок схемы и потом пройдем в общем и целом по помещениях будет более полезно здесь непосредственно находятся столы где происходит посадка вот по периметру находится столы которые позволяют на этих рабочих поверхностях производить необходимые посадочные мероприятия и здесь находится школа потому что файл не вашу скул а скул это школа поэтому вы находитесь в грибной школе я макселлер на канале файл не вашу скул и посмотрите что означает вот эти квадраты вот эти квадраты означает планировку вот этого помещения они очень хорошо и удобно использовать их при строительстве тем более когда у вас ограниченное средство то значит мы строили как мы в узловых вот этих перекрестках ставили бетонные столбы и на бетонных столбах делалось перекрытие и первое что здесь было это просто 6 на 12 здесь был молодец потом дальнейшем достраивали стены а вшивались вот эти стены и произошло превратилось это все уже в грибное грибной цех если детально присмотреться к моей схеме посмотрите что здесь получается вот так вот сейчас я напишу здесь 6 метров здесь 12 метров и каждый блок разбит по 3 метра и здесь 3 метра то есть в каждом блоке здесь 3 на 3 9 квадратных метров 9 метров квадрат 9 9 9 9 ну и вот таким вот образом значит само помещение напоминает знак у меня соответственно что-то в этом есть такое понимаете какой-то феншуй получился хорошо видно да по-моему хорошо видно вот вот здесь получается такой у меня такой только квадрат если здесь поставить еще такие вот кружочки то получится вот такой квадрат я думаю что этот феншуй играет именно положительную роль во всем этом мероприятии положить значит мы сейчас находимся вот здесь вот здесь находится экран вот здесь я нарисую зеленый вот здесь нахожусь я вот здесь находитесь вы то есть ваше лицо для меня всегда выглядит одинаково это камера samsung так получается а я уже выгляжу вас как как зависимости от того какое видео вы смотрите вот здесь я нахожусь и я вам рассказываю о строительство помещения здесь находится столы на которых удобно работать здесь находится сейчас топочная бочка здесь находить находится промежуточное помещение для обслуживания вот этого всего структуры двери находятся вот таким вот образом здесь и само перемещение происходит и здесь большие ворота которые открываются большие ворота для удобной загрузки и выгрузки вот они находятся непосредственно вот тут значит движение по этому помещению происходит таким вот образом здесь мы заходим сюда мы заносим блоки сюда другое помещение еще одно помещение вот здесь и вот такая у нас получилось здесь целая какая-то схема блок схема наступление грибной бизнес для большего такого понимания может быть сейчас я быстренько пройдусь уже непосредственно по самим комнатам покажу что и как а потом вернемся еще если нужно будет что-то добавить вот как видим ближе на рассмотрение вот такой у нас тут пеншуй вот такой у нас тут инь-янь 6 на 12 метров и вот общий план посадочной комнаты адреситно франчайзинга что я вам скажу если если взять непосредственно вот это помещение если бы у вас было точно такое помещение один в один с желтой обивкой все одинаково только в нем никогда еще не работали только запустить его для того чтобы там производил сами цели и грибы вы не представляете какое количество времени если нужно потратить на то чтобы это просто запустить если уже все точно такое же самое сколько времени если уйдет на то чтобы создать что-то новое и отработать как это все будет работать мне даже честно говоря сложно подумать сложно представить поэтому вопрос сколько и как это все занимает времени это Это всегда открытые вопросы, которые связаны с разными факторами наличия времени, денег, средств и всего остального. И нельзя на них ответить так вот однозначно. Поэтому более рационально использовать уже какие-то шаблонные схемы, они позволят вам сэкономить кучу времени и кучу средств. На вот эти поиски это уйдет колоссальные просто расходы. Намного удобнее все-таки взять уже что-то готовое. Где четко вы знаете, где должна быть расположена, возьмем банально даже, где должны расположены быть розетки, где появятся, изготовляются мешки, какой должен быть забивчик, как осуществляется там, допустим, обогрев, что необходимо по инфраструктуре, куда, что, где ставится, где расположены умывальники, как развести разводку по воде, как сделать и правильно разместить, допустим, электрощитовую, что необходимо для того, чтобы это все работало и не взрывалось. По сетям и все остальное куча вопросов. Ну, к примеру, я приведу один такой пример вопроса, чего, например, вы никак нельзя предусмотреть. Если вы смотрите вот это видео, вам очень повезло. Вот, к примеру, такой фактор, потому что грибное помещение это не цех по изготовлению кирпича или плитки или, например, какого-то другого там ящика, дров и всего остального. У нас тут постоянно сыро и влажно. В данном случае здесь происходит топка. Топка, сейчас я ее не буду переделывать, потому что топку будем переделывать полностью. Сейчас идет изготовление другой совсем конструкции. Отложим разговоры этой конструкции на немножко другое время. Вот, а идет разговоры о изготовлении другой конструкции, поэтому это дорабатывает свой ресурс. Получается, что она немного дымит, не совсем хорошо она работает и выделяет пар внутри помещения. Пара здесь столько, что появилась необходимость здесь создания дополнительной, видите, подбивки с внутренней стороны, потому что конденсат образуется вот на холодных поверхностях. И для того, чтобы избавиться от этого конденсата, и он не попадал непосредственно при посадке, здесь предусмотрена вот такая вторая фальш-потолок. Кто бы мог подумать, что это? И это произошло раньше, проблемы с этим не было. Это все произошло только после того, когда полностью герметизировалось это помещение. Когда здесь был такой просто навесик и было куда уходить, здесь никогда не было проблемы с конденсатом. Как только это помещение утеплилось, в нем стало тепло и ограничена вентиляция, здесь сразу наступил момент, когда весь конденсат сел на потолки и создает проблему. Ну, проблема устранимая, но в данный момент просто вот для примера такой случай. Дальше мы идем по самих помещениях. Как я уже сказал, здесь огромные такие вот ворота. Три на два, ну три метра, полная секция выделена под ворота, для того, чтобы можно было удобно заехать и выехать. Здесь пока в данный момент находится само выростное помещение. Выростное помещение для лаборатории, оно обязательно для того, чтобы вы могли производить контрольные посадки всех партий, которые вы производите мицелий. Потому что невозможно производить мицелий и не выращивать блоков. Невозможно такое производить, потому что вам нужно иметь информацию о том, что вы производите и как это все растет. Потому что в вопросах, если у клиента что-то пошло не так, вы должны знать, как это будет происходить непосредственно у вас. И, в общем, так должно быть. Вот это блоки. Видите, на них есть какие-то меточки. Это остатки, значит, контрольные. То, что мы оставили от помещения пустое, потому что блоки сделаны на заказ, мы их отправили. И остались только, вот видите, из каждой партии остались контрольные облачки, которые происходят. Мы наблюдаем одна, вторая, третья. Наблюдаем, значит, как они растут. Ну, тут много чего интересного. Это, знаете что, это два, вот эти два блока. И третий, это они посеянные из мусора. После посадки остается много соломы на полу. И для очистки мицелия какие-то вот остатки там, приморди и все такое. Значит, в бочку бросать это, в топку бросать это неудобно, потому что это все дымит, оно мокрое. И вот я решил взял это все подместить, чтобы не выбрасывать, взял, упаковал просто в блоки. Давайте понаблюдаем, что из этого всего произойдет. Вот такое помещение для контроля производимого нами мицелия. Идем дальше. Здесь находится вот этим навесом, в связи с конденсатом, как вы понимаете, и поэтому здесь вот такая, устранили мы эту проблему. Значит, здесь станок для нарезки мешков для грибов и для мицелия. Здесь подсобное помещение, которое также необходимо. Вот здесь хранится, здесь зерно. Здесь зерно, здесь ни много ни мало, здесь тона, ну, как видите, по такому помещению, здесь можно поместить несколько тонн самого зерна. Но с зерном не будем мы загромождать это помещение. Сейчас можно поступить намного проще. У нас есть договоренность с поставщиком. У него есть, соответственно, свои помещения для хранения зерна. И всего для хранения зерна. Поэтому не будем мы обкладываться здесь 20 тонн или строить амбар для хранения зерна. Это довольно-таки трудоемко. То есть он хранит, мы договоряемся о количестве, которое нам необходимо. И по мере необходимости мы берем небольшое количество, привозим и используем. Когда используем, привозим следующий. Поэтому амбар мы строить не будем. Следующее помещение, как вы поняли, 3 и следующие 9 квадратов. Здесь еще одно техническое помещение, в котором находится также в процессе поиска совершенства. А предела нету совершенства. Вот оно здесь и находится. Вот весы там для взвешивания. И непосредственно вернулись в то помещение, из которого мы начали наше повествование. К штативу вернемся и к помещению. Что мы тут наснимали? Как-то камера была на паузе. Как всегда что-то не будем мы уже переснимать. Все, как есть, так есть. Снимаем все одним дублем. Нету времени, потому что дальше уже работа. И все, вот как сняли, так и себе смотрели. Если у вас по ходу изложенного материала возникают какие-то вопросы, какие-то пожелания или какие-то деловые предложения, то в описании к этому видео есть контактная информация, вайдер, телеграм, скайп или номер телефона, как можно перезвинить, связаться и другие все моменты обсудить уже в более таком другом режиме, а не в общем как ознакомительном. На одном видео я уже говорил и буду бесконечно повторять этот материал и этот фактор. Запомните, грибоводство имеет две разные стороны. Мы их разделим пополам, пусть там будет этот график. С одной стороны, это производитель грибов, у которого нету своего мицеллярного производства. Это одна сфера деятельности. И производитель грибов, у которого есть производство грибов и есть своя система производства мицеллия. Когда свой мицеллий. Понимаете, это две разные сферы. Вот я четко, поверьте мне, за время, сколько я уже занимаюсь грибоводством, и сколько я наблюдаю за грибоводами и теми пользователями, которые пишут свои пожелания мне на канал и разное там высказывают мнение. Поверьте, они иногда просто люди из области, когда они покупают мицеллии, производят грибы, вскакивают в область, когда люди производят и мицеллии, и выращивают грибы. И начинает вот здесь что-то бодаться рогами. Понимаете, это две разные области деятельности. Потому что себестоимость или стоимость ваших блоков, когда вы мицеллии покупаете, и себестоимость блоков грибных, когда вы мицеллии производите, это две большие разницы. Как вы понимаете, мицеллии производятся из зерна. Мицеллии производятся из зерна. Это зерно, зарощенное мицеллии. Кто умеет читать между строк, тот понял, что и на что я намекаю, что я хотел сказать. Вот так толстый, тонкий намек на толстые обстоятельства. Значит, это два разных производства, если мицеллии покупной и если мицеллий свой. Поэтому в вопросах, скажем так, на которые можно писать большую диссертацию о количестве внесения мицеллии. Вот я от одного заказчика слышал такую информацию. У них, знаете, я там покупаю, у них такой хороший мицеллий, у них такой мощный мицеллий, только полтора процента мы его вносим. Потому что если мы внесем немножко больше, то вся партия застромируется. Обалдеть! Какой хороший мицеллий! Если Зина провтыкала, короче, как посадить, или взял аппарат, немножко насыпал, у нас вся партия застромировалась, но мицеллий хороший, и мы взяли 200 или там сколько, там 500 блоков выбросили застромированных, а мицеллий у нас очень хороший. Как это он такой может быть хороший, если у него есть один такой непонятный фактор, что он может стромироваться? Алло, Зина, это что? Как он может стромироваться? Как он такой хороший, что он стромируется? Что же это такое? Чуть может он не доведен до рабочего состояния, чтобы его Зина, затыкавшая, мы все сделали, и он у нас вырастал. О качестве мицеллия. Второй вопрос, открытый остается, о количестве внесения. Хорошо, вы жмете вот это 1,5% правильно, потому что если мицеллия покупной, то вам нужно выжать минимум затрат и получить максимум прибыли в этом самом деле. Но если у производителя свой мицеллий, то что лучше? Или, допустим, вы хотите купить грибные блоки, вот стоят блоки грибные, которые сделаны, там внесен 1,5%, возьмем по условию, что мицеллия одинаковая. Мицеллия одинаковая, ну просто, ну если да, если там мицеллия, которая стромируется, ну естественно, больше там 1,5%, ну никак. Надо вот с линейкой стоять и замерять, или там зерно посчитать, чтобы не получилось больше 1,5%. Вот, а если мицеллия одинаковая по свойствам, то какие блоки лучше? Там, где 1,5% или там, где, допустим, 4% или 6%? Само же зерно, оно по питательным свойствам намного питательнее все-таки, чем субстрат. И оно же, сам мицеллий, это не является, допустим, просто источником клеток. Если бы так было, источник клеток, то почему этот мицеллий не делает просто-напросто на опилках древесных? То есть делал на опилках, взял опилки туда. Или почему из блока в блок не пересаживать, обыдновенно, ту же зараженную солому? Но нет, почему-то мы ее делаем на зерне, есть на то свои причины, проверенные опытом. Бывает, что вскакивает в тему, а почему мицеллии, давайте на опилках делать, потому что они валяются. Вот у меня на пилораме валяются, но не делаю почему-то из опилок, потому что само по себе зерно является питательным веществом. В самом мицеллии содержится еще буферная система. Буферная система, она там необходима не для того, чтобы вы покупали где-то узины в интернете, какой-то биостимулятор для роста грибов, а там состоит комплексный мицеллии, комплексная штука, которая при определенном вмесении содержит свою буферную систему минеральных веществ, которые в нем необходимы, содействуют дополнительное питание. И вот мы углубились уже в мою самую любимую тему, это производство мицеллия. Ну, в общем, вы меня поняли. То есть это две совсем разные сферы. Производство грибов без производства мицеллии и производство грибов и своего мицеллия. В общем и целом, само производство того же мицеллия можно изложить в трех предложениях. Довольно, ну, вот как самосуд. Но из опыта, насколько я знаю, когда происходит работа с учениками, которые приезжают, когда начинаешь это все разбирать именно на винтике и запчасти, там столько просто этих мелочей ключевых. Мелочь, она почему-то называется мелочь, ну, так называется мелочь, но она ключевая, понимаете, без этой ключевой малюсенькой мелочи, без той какой-то температуры, без какой-то соотношения, без той концентрации, это не то, что я сгущаю или я пугаю, оно действительно так есть. И не путайте две разные вещи, кто смотрит это видео, не путайте две разные вещи, если у вас на кухне в баночке вы сделали мицеллий, да, действительно, хороший мицеллий, он у вас там растет, и он в баночке, то поймите, что баночка на кухне и 10 тонн мицеллий, или 50 тонн мицеллий, это совсем разные действия. И ваше знание на уровне, как произвести 10 килограмм, абсолютно ничего не значит для того, как сделать 50 тонн, например, этого же мицеллия. Потому что принципиально даже те подходы, которые будут работать на уровне 1 тонны или 10 тонн, они в принципе не будут работать на уровне 50 тонн, потому что они не подходят ввиду рутинности, неудобности. Поэтому в дальнейшем следующий этап, следующий шаг, следующий дискретный скачок придется изобретать длительное время, чтобы, при том адаптации. Вот относительно самой адаптации, вот опять же таки с этими термокамерами, тоннелями, кто имел возможность ознакомиться с процессами обработки субстрата для производства вешенки, адаптация и наладка самого тоннеля это очень трудоемкий и важный процесс, потому что обработка происходит паром. А пар идет по кратчайшему, менее сложному пути. То есть при неправильной укладке этого тоннеля пар пойдет по кратчайшему пути и сразу выйдет в вентиляцию. И не произойдет у нас никакого процесса, никакой стерилизации этого субстрата. То есть мы можем взять, влупить 20 тонн этого субстрата, и на выходе у нас получится 20 тонн просто мусора, который надо где-то найти местный террикон, куда его выбросить просто-напросто. Поэтому здесь очень сложные вопросы, которые проверяются, испытываются годами. Поэтому навскидку, знаете, если кто-то рассказывает, как это все просто или как это все там легко, то не верьте ему, это неправда, абсолютно неправда. И с другой же опять же стороны, со знанием дела, когда вы знаете то, что вы делаете. Здесь особенно тут тоже и сложного-то тоже ничего нет. Как видите, по самому обустройству нет каких-то тут идеальных условий. Если бы сюда посмотрел на вот эти условия какой-то бы японец или итальянец, он бы сразу умер здесь. Он бы умер, потому что он бы подумал, что ну это же невозможно, ну как, как. А вот есть, кстати, в интернете видео, там в Харькове тетенька какая-то живет, она берет мои старые видео, там я вижу, что это моя кофта, потому что вот там полоски на рукавах, она меня вырезает, только берет моё видео. И вот она пишет целое эпопею о том, как нельзя выращивать грибы на моих роликах. Ну блин, выращиваю, понимаете? Ну растут же, ну вот растут, вот растут и всё, выращиваю. Поэтому если вы будете в Харькове, пойдите к этой тетеньке, передайте от меня привет. Вот. Передайте Бааршой привет о том, как нельзя выращивать грибы. Вот она там рассказывает интересные материалы. А у нас совсем другое. Мы не обращаем на это всё, то, что пусть говорят, а мы выращиваем. Всё у нас растёт, и всё у нас происходит правильно. Большая вам огромная благодарность за терпение, что смотрели вот это видео, старался быть полезным. Если у вас какие-то возникают вопросы, лучше всего это задавайте в комментариях, потому что единственный способ – это давать общий ответ, чтобы другой раз люди просто просмотрели комментарии, и полезно было мне экономить время на этом всём деле. И экономить ваше время, читайте в описании, в комментарии, что там люди говорят, что я отвечаю, и на большинство вопросов можно найти там ответы. А непосредственно уделить каждому внимание или провести какие-то телефонные консультации – это просто физически нет возможностей. Даже на саму съёмку видеоролика, у меня всегда есть время, уже не говоря о том, чтобы вести какие-то там консультации с телефона. И в плане каких-то деловых взаимодействий, пожалуйста, по контактной информации в описании к этому видео, звоните, обращайтесь. С вами был Макс Селлер на канале Fining Marshall School. Подписывайтесь на канал и следите, будет много всего интересного на моём канале.